МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Попытки поднять до этого были неудачными. Вот снова пробуют уникальные кадры. В таких непроходимых болотах, кажется, не было еще ни одной съемочной группы. К месту гибели самолета умудрились доставить специальное оборудование. Мощную помпу для откачки грязи и воды делали сами. Ни одна стандартная заводская до этого еще ни разу не справилась. Болото какое-то здесь особенное, потому что даже находя бойца, остается только ушанка, сапоги, а кости нет растворяя. То есть особое болото. Плюс здесь большие воронки, которые затянуты. И пройти очень сложно. Ну и плюс ил, в который нырнуть нельзя, плыть нельзя. Ничего нельзя делать. Только единственное откачать. Теперь главная цель добраться до двигателя штурмовика, чтобы по его номеру узнать имя летчика. Его останки уже нашли в болоте. Еще об одной спецоперации во Вселожском районе через минуту. А сейчас коротко о том, что еще увидите в этом выпуске «Ленинградского времени». Население должно в меня поверить. А вот поверить оно мне или не поверить, все будет известно 13 сентября. Ушел в отставку, чтобы остаться, Александр Дрозденко отправился на досрочные выборы. Полезный мусор из автомобильных шин, жидкое топливо, из обычной залы на свалках. Строительные материалы доказаны, отходы могут приносить деньги. Упало от старости. В Подпорожском районе рухнула водонапорная башня. 3000 человек в поселке Никольске остались без воды за питьевой в цистернах. Теперь очереди. Раз, два, три, продано теперь и у нас. Первый в России аукцион селекционных животных состоится в поселке Энколова. Сил лететь просто не было. И спасти символ мира десятки белых голубей, выпущенных в юбилей Победы. Погибают у разорванного кольца. Декоративные птицы не приучены жить на воле. Теперь, как и обещала, тоже своего рода спецоперация из Всеволожского района в Петербург. Потом в Москву подрядчику доставили поврежденную горелку вечного огня, который зажгли на берегу Ладоги 7 мая. Пламя потухло уже через двое суток после торжественной церемонии. Мне кажется, история эта требует простого человеческого понимания. Как уверяют в компании, которая технически отвечала за вечный огонь у разорванного кольца, горелка вышла из строя из-за монет, которые в нее бросали люди. Горелка вышла из строя из-за изменения режима горения. Ну, она практически перегрелась, и некоторые части ее расплавились. Горелка будет сейчас отправлена в Москву на завод-изготовитель для ремонта или замены. Ну, а пока на разорванном кольце висит объявление с извинениями. Через сколько дней там снова зажгут вечный огонь, еще неизвестно. Сейчас оценивают масштаб повреждения, горелку либо отремонтируют, либо сделают новую. К слову, уверяют проектировщики, подобная система используется в десятках городов, и такой инцидент первый. Жители соседней с мемориалом деревни Кокарева пытаются спасти белых голубей, которых выпустили в небо во время эстафеты вечного огня. Птицы оказались декоративными, то есть не приученными жить на воле. Но вообще это отдельная тема для разговора. В дни 70-летия победы по всей стране, десятками в Петербурге в том числе, отпускали на воле символы мира, не задумываясь, что потом с этими символами будет. Орнитологи после праздников, как скорая помощь, пытаются спасать птиц. К этой истории мы вернемся чуть позже. Ну а теперь главная политическая новость. В Ленинградской области, по сути, стартовала досрочная избирательная кампания. Официально она, правда, начнется в середине июня. Как и ожидалось, президент принял отставку Александра Дрозденко, назначенного им губернатором в 2012 году. Глава региона приобрел приставку в РИО, теперь он временно исполняющий обязанности губернатора. Чтобы избавиться от нее, нужно победить на выборах 13 сентября. Я хотел бы вас проинформировать, что такой указ подписан. И считаю, что с учетом результатов, которые были достигнуты в работе за последнее время в Ленинградской области, буду вас просить исполнять обязанности вплоть до выборов и желаю ему успехов. Для Дрозденко это будут, к слову, не первые выборы в карьере уже были, правда, не столь масштабные. В 96-м и 2000-м он избирался на пост главы Кингисепского района. Нынче задачка посложнее, хотя механизм досрочных губернаторских выборов в России уже отработан. Год назад точно такую же процедуру прошел петербургский губернатор Полтавченко. Практика показывает, имея поддержку центра, кандидату несложно подтвердить легитимность в глазах избирателей. Объективно, тот политик, который поддерживается, во-первых, федеральной властью, во-вторых, поддерживается сильной партией, которая пользуется доверием населения, или хотя бы значительной ее части, тот кандидат, который активно поддерживается бизнес-элитой и политической элитой на региональном уровне, он действительно имеет преимущество. На что еще обращают внимание политологи? Говорят, Полтавченко повезло больше, он успел до кризиса. На выборы 2015 года накладывается недовольство избирателей экономической нестабильностью в стране в целом. Впрочем, сам Александр Дрозденко с этим не согласен и считает этот год наиболее удачным для выборов в регионе. О чем он и заявил в интервью Лен Времени во время рабочей поездки в Сланцевский район. Александр Юрьевич, вернувшись из Сочи, вы уже объясняли свое желание идти на досрочные выборы с стремлением добиться поддержки большинства. Как вы думаете, для самих избирателей, насколько это важна разница между губернатором избранным и губернатором назначенным? Если говорить откровенно, я за три года не почувствовал, будучи губернатором Ленинградской области, что вопрос о том, чтобы в Ленинградской области острый необходимый выбор стоит. Я считаю, что это очень многое зависит от того, как работает команда губернатора и сам губернатор. Мы сразу выбрали направление на открытый диалог с населением, и я еженедельно, приезжая в город или поселок, встречаюсь с жителями Ленинградской области. Как мне кажется, жители чувствовали, что власть на их просьбы и проблемы откликаются, и поэтому вопрос так не стоял. Но я думаю, как любой руководитель субъекта, губернатор, конечно, в своей работе хотел бы получить доверие не только высшего должностного лица нашего государства, Владимира Владимировича Путина, президента, но и, конечно же, заручиться поддержкой населения, чтобы понимать, что некоторые свои шаги, которые не всегда бывают популярны. Как мне показалось, Владимир Владимирович Путин тоже заинтересован в том, чтобы те руководители, те люди, на которых он делает ставку, помимо его доверия, еще и получили доверие населению. Ваш коллега Георгий Полтавченко избирался год назад, еще до кризиса. Сейчас, как вы думаете, сложнее вести избирательную кампанию? Ну, я бы не сказал, что в Ленинградской области сейчас ситуация сложнее, чем в 2014 году. Она, в целом, обстановка в стране сложнее. Я о том и говорю. Но, понимаете, здесь очень важно было расставить приоритеты. Я в тот момент думал не о том, что идеальный на фоне Олимпиады Крыма для избрания 2014 год. Сколько для меня было очень важно завершить первый этап муниципальной реформы. А финишем первого этапа муниципальной реформы для меня были муниципальные выборы. И мне необходимо было сформировать команду муниципалов, по крайней мере, на уровне районов, городов. Александр Юрьевич, главный посыл, с которым вы пойдете на выборы, можете озвучить сейчас. Мой самый главный посыл в следующем. Есть такая восточная мудрость. Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет. Мы очень много в последние годы говорили о том, что экономически Ленинградская область становится сильной. У нас действительно один из самых стабильных, сильных бюджетов в Российской Федерации. У нас очень хорошо развита, причем разноуровневая, разноплановая экономика. У нас действительно по многим показателям ситуация лучше, чем в большинстве субъектов Российской Федерации. Но вот эти показатели, они должны перейти в качество жизни. Чтобы вот любой человек, начиная от губернатора, а я житель Ленинградской области, и заканчивая пенсионером, должен почувствовать на себе, что ситуация в его личной, в качестве жизни меняется в лучшую сторону. Вот не зря, например, одна из частей моей программы будет касаться здравоохранения Ленинградской области. Вот здесь одни из самых наших больших проблем. И один из пунктов будет, это в ближайшие два года полностью ликвидировать очередь в низовом уровне здравоохранения. Это амбулатории, поликлиники, больницы. Но это же бред, когда люди занимают в пять утра очередь, чтобы попасть к специализированному специалисту. И я знаю, что для этого нужно сделать. Не только нужно повышать зарплату, нужно и покупать квартиры служебные, нужно и давать бонусы узким специалистам, нужно приобретать современные оборудования, чтобы врачи шли с удовольствием работать даже на село, потому что там современные оборудования. Я знаю, как это сделать, я в своих силах уверен. Но президент прав, я должен свою уверенность и свои мысли довести до населения. И население должно в меня поверить. А вот поверит оно мне или не поверит, все будет известно 13 сентября. Своих кандидатов на выборы могут выставлять исключительно политические партии, самовыдвиженцы избираться не могут. На эту тему, к слову, были споры в областном парламенте, но ничем они не закончились. В партиях уже начались согласования кандидатур, своего кандидата выставят коммунисты, внутри партийное голосование проведет «Единая Россия», от нее как раз собирается выдвигаться Александр Дрозденко. Консультации начали «Справедливая Россия», «ЛДПР» и «Яблоко», которые тоже будут участвовать в компании. Для обл. избиркома выборы процесс рутинный, там главной задачей для себя видят повышение явки, которое покажет настроение людей и состояние экономики, что очень связано между собой. Для муниципальных выборов 30%, там 32%, вроде как это достаточно, потому что есть примеры, где и меньше активность. И все-таки, если посчитать, сколько кандидат-победитель получил при такой активности поддержки избирателей, то это получается немного. Поэтому надо, чтобы активность была выше 50%. Ну а сейчас о любопытном событии, которое грядет в мае, тоже своего рода выборы, не людей только, а коров. В Ленинградской области по такому случаю появятся ведущие в ковбойских шляпах и с молотком в руках. Венкелово готовится к первому в России аукциону селекционных животных. В условиях кризиса и вектора на импортозамещение улучшать молочное скотоводство России будут за счет областного отборного поголовья. Раз, два, три, посчитал Кирилл Бурмаков. Гордость нашего хозяйства, корову по кличке Кукла, с продуктивностью молока 10 тысяч килограмм. В 47-м регионе самый лучший генофонд коров. Областные буренки дают почти на 50% больше молока, чем в среднем по стране. Около 15 тысяч килограммов в год. Неудивительно, что они высоко ценятся среди животноводов. Вот и один из главных лотов предстоящего аукциона. Теленок той самой коровы-рекордсменки, который несет в себе ценный генетический материал. Стартовая цена 140 тысяч рублей. Цена может подрасти на целых 30%, что уже хорошо. Хотя в той же Европе за нетелей, то есть стельных, но еще не рожавших коров, дают по миллиону евро. В Соединенных Штатах из этого аукциона делают настоящее шоу. На взрослых коров и телок ковбои и не смотрят. Самый востребованный товар по обе стороны океана – нетели. Покупая их, экономят деньги на выращивании, а через месяц-другой уже можно доить и получать прибыль. Суровые ковбои придирчиво оценивают коров, изучают племенные книги. Если животное стоящее, физически здорово, имеет чистую благородную родословную, то азартно торгуются. Соревновательный пыл подогревает профессиональный аукционист. Российские заводчики разбираются в вопросе не хуже и без показухи. Аукцион дебютный, а потому продавать племенных животных будут с чуть меньшим эмоциональным накалом. Но набивать им цену тоже будут. Продаются животные из племзавода Робитцы. В Робитцах, знаете, что 11 тысяч средний удой. Кто покупатель? Вы первый. Вот вам будет 120 тысяч. Кто есть желающие? 128. 128 раз. 128 два. 130. А, вы не участник. 128 три. Продано. Породистых коров проведут перед зрителями по манежу. Затем покажут профессионалам. Монтируется специальная площадка под навесом. Для животноводов такой аукцион – находка. В одном месте соберут весь цвет многолетней селекционной работы. Дело за малым – выбрать лучших. Кирилл Бурмаков, Кирилл Цитов, Антон Пашукевич. Ленинградское время. Сейчас о том, что вы увидите во второй части нашей программы. Полезный мусор из автомобильных шин, жидкое топливо, из обычной золы на свалках. Строительные материалы доказаны. Отходы могут приносить деньги. Область подписала договор с петербургскими медиками. Операции теперь за бюджетные деньги. О таком счастье не мечтала семья Кулеминых. Маленькому Саше деньги на лечение собирали благотворительные фонды. Сил улететь просто не было. Спасти символ мира десятки белых голубей, выпущенных в юбилей Победы, погибают у разорванного кольца. Сейчас прервемся ненадолго. Скоро увидимся. Это Ленинградское время и мы продолжаем. Происшествие в Подпорожском районе. Там накануне в поселке Никольский рухнула старая водонапорная башня. Люди не пострадали, если не считать, что все 2900 человек остались без воды. Все воскресенье коммунальные службы МЧС расчищали завалы. В поселок организована доставка питьевой воды с исцернами. За ней выстраиваются очереди. Многие сами за водой отправляются с ведрами к берегу Свери. Восстановить водоснабжение обещают в ближайшее время. Но я замечу, Никольский единственное поселение Подпорожского района, где есть и холодное, и горячее водоснабжение. Теперь события долгожданные. Областные дети смогут лечиться в Петербурге. И 47-й регион наконец-то подписал договор с детской городской больницей номер один. До этого многим родителям, когда речь шла о срочных операциях, приходилось идти по миру, что называется, искать деньги в благотворительных фондах. Теперь расходы на себя возьмет бюджет. Этого ждала семья Кулеминах из Ломоносовского района. Родители маленького Саши пережили весь ужас поиска денег. Помог им РУСФОН, собрал почти полмиллиона рублей. Ребенку сделали операцию на сердце. Все хорошо. Кулемины говорят, какое счастье, что другие семьи теперь избавлены от страшного испытания, искать деньги, от которых зависит жизнь их детей. Какая буковка? А. Молодец. Он уже знает три первые буквы, три первые цифры. Говорить, правда, ленится. Но ведь ему нет еще и двух. Малыш Саша с виду вполне обычный ребенок, только с необычным сердцем. Порог. Уже два раза этот малыш перенес тяжелейшие операции с недельной комой и с месячной реанимацией. Ты прекрасно понимаешь, что сердце остановлено, оно прооперировано, все, но его нужно запустить. А вдруг не запустят. А вдруг не получится. И осознание вот этого, ну, как-то немножко приводит в ужас. А потом, когда все, слава богу, получилось, у тебя на такое облегчение наступает. Ну, вот выдох о том, что все-таки жив. Первый раз под нож в полгодика в детской городской в Петербурге. Бесплатно, по квоте. А вот на вторую операцию, в год, квоты родителям Саши уже не дали. Предложили либо бесплатно, но в другой области, у неизвестных врачей. Либо у тех же специалистов, но за деньги. И благотворительный фонд собрал нужные 469 тысяч рублей. Если разные квоты, разные больницы, нету одного специалиста, который вас ведет и наблюдает, который вас восстанавливает. То есть сегодня мы сделали здесь операцию, через год мы сделали в другом месте операцию. Потом, может быть, если еще понадобится, в третьем месте по квоте, если там опять не дадут. В итоге, под чьим контролем ребенок оказывается? Яблоня, да. Маленькое сердце маленького человека сейчас идет на поправку. Клапан протез в него так и не вставили. Врачи ждут, пока Саша подрастет. А вот родители ждут чуда. В одном из ста случаев третья операция оказывается не нужна. Организм справляется сам. Вдруг это как раз тот самый случай. Анастасия Щербакова, Кирилл Дзитов и Антон Пашукевич. Ленинградское время, Ломоносовский район. Медицина. На встрече с президентом о ней, как о главной проблеме 47-го региона, говорил Александр Дрозденко. По продолжительности жизни Ленобласть на 34-м месте в стране. Из важнейших проектов, о которых упоминал глава региона на встрече в Сочи, строительство областного перинатального центра в Гачине, онкологического в Кузьмилово и детской областной больнице в Сертолово. Ленинградское время съездило на все три будущих объекта. Вот на этом углу мы стоим, вот дорога, вот комплекс, он идет в длину туда и в глубину, занимает 8 гектар, делится на две части. Это поликлиника, первая очередь, первый этап, а это сам комплекс больницы. Пока сложно представить, на месте этого Соснового бора будет огромный комплекс. Его проект уже завершен, почти год делали, сейчас проходит экспертизу. Сюда перевезут из Петербурга детскую областную больницу. Строительство онкоцентров Кузьмилова пока на бумаге, даже проектные работы не велись, однако подрядчики уже капитально отремонтировали и один из корпусов онкодиспансера на его базе и будут создавать региональный центр. Масштабная стройка начнется через год. Еще один объект за строительством перинатального центра в Гачине можно наблюдать из кабинета руководителя областного комздрава Сергей Валикжанин. Теперь каждое рабочее утро начинает с этого видео. Ну вот сейчас там у нас около 10 часов, уже все работают. То есть работы по котловану практически выполнены. Первая часть уже идет строительство фундамента, и видите, уже начали возводить стены. Сейчас параллельно пойдут по этой части. Перинатальный центр в Гачине хотели строить по индивидуальному проекту, но только потеряли время и сорвали все сроки. Область в прошлом году не освоила больше миллиарда федеральных рублей. Но в итоге выбрали проект Брянского перинатального центра. Он оказался наиболее удачным. Сейчас по нему работают уже 10 регионов страны. Еще одна сфера, которая требует колоссальных вложений. Область, особенно на границе с Петербургом, зарастает мусором. Экологи готовят новую концепцию переработки отходов. В ней доказательство. Мусор может быть выгодным. И даже приносить большие деньги. Нужны доказательства? Вот, пожалуйста. Припасли и привезли в студию. У меня в руках кусок синтетического чагуна. Его сделали из красного шлама. Это отходы глиноземного производства, которыми завален Бакситогорский район. Где применять? В производстве автокомпонентов и строительстве железных дорог. Ну а вот этот прочный материал, похож на камень, уже используют в строительстве. Получили его из обычной золы, которая копится на полигонах бытовых и промышленных отходов. Ну вот конкретно этот родом со старой свалки в Невском районе. Алексей Спиричев сейчас о пользе мусора и о том, что можно сделать из обычных старых автомобильных шин. Такая вот печка похожа на большой самогонный аппарат. Построена для уничтожения шин. За 20 минут она перерабатывает резину в черную жидкость под названием пиролизное топливо. Это смесь солярки и бензина в углеводородном ряде от С0 до С17. Владелец подобной установки может не только спасти природу, но и заработать. Цена литра шины и солярки 15 рублей. Конечно, машину такой не заправишь, но из этого топлива, к примеру, можно получать тяжелые фракции нефтепродуктов. А можно и просто использовать как горючее для котельных. Мы можем отрезать эту трубу и не использовать конденсатор, а синтез газ в качестве топочного газа, горючего, подать непосредственно на котельную и получить замечательную горячую воду. Сейчас генератор проходит в Киришах первое испытание. Разработчики надеются, что он будет востребован. Ведь свалок в регионе хоть отбавляй, чего стоит один красный бор, полигон токсичных отходов. Вот непосредственно шлам. Бокситогорский шлам. Гораздо более масштабный проект у энтузиастов из Бокситогорска. Они хотят построить целый экологический кластер. В его основе переработка красного шлама. Вот видите, здесь буквально как на Марсе огромные поля отходов от глиноземного производства. Здесь находится около 7 миллионов тонн красного шлама. Предприятием он практически никак не перерабатывается, и поэтому в таких количествах он представляет серьезную угрозу экологии района. Если грязная масса красного шлама опасна для экологии, то в сухом виде он превращается в ценное сырье. Из ненужного шлама можно получать качественный металл. Опыты на заводе в набережных Челнах уже подтвердили расчеты. Уже доказано опытными плавками, что мы можем получать металл заданного свойства. Ну, например, чугун синегаль, который пока не выпускается в промышленных масштабах, но его свойства таковы, что превышают даже некоторые марки стали. Из шлама собираются получать и цемент, и белую сажу. Производство хотят запустить уже через год на законсервированном заводе железобетонных конструкций. Договоренность с владельцами уже есть. Осталось, как говорят компании, получить отмашку региональных властей. Сейчас, в принципе-то, нужна поддержка правительства Ленинградской области перед правительством Российской Федерации, чтобы нам выделили деньги на проектно-цементную документацию. Свои методы переработки отходов предлагают и строители. К примеру, одна из петербургских компаний разработала методику получения камня из обычной золы. Достаточно крепкий, хороший материал. Внутри этого образца 50% – это вот этих зольных отложений. Материал взяли с бывшей свалки. Там же, где и строят дома, почва оказалась богата не только мусором, но и промышленными отвалами. Из переработанной зольной пульпы теперь строят подпорные грунтовые стены. Она выполнена как раз-таки из грунтов и из материалов, которые мы говорили. То есть материалы, которые должны были бы быть увезены на свалку. Аналогичное решение из материалов стандартных, таких как железобетон, давало двукратное удорожание этой всей работы. В компании уже предложили Ленинградской области построить мусорную станцию по их технологии. Идея хоть и дорогая, но, как уверены строители, перспективная. Это финансово емкий рынок. И внедрение нашей технологии, да, действительно, оно позволит не только решить проблему с переработкой ТБО, но и зарабатывать на этом реальные деньги, да. Сегодня в области около 120 миллионов запасов отходов. Эксперты говорят, сырья для переработки – непочатый край. Одной только резины на свалке вывозят около 30 тысяч тонн. А сколько шин накопилось за последние годы? В том же Бокситогорске шлама на переработку хватит на 40 лет. Не говоря уже о саже, которая в избытке на любых промышленных полигонах. Как уверяют разработчики, интерес у чиновников и инвесторов к их проектам есть. Теперь главное, чтобы за ним последовали конкретные шаги. Специалисты говорят, сейчас для них самое время. Алексей Спиричев, Ольга Макарова, Сергей Дедюра и Антон Пашукевич. Ленинградское время. Ну а теперь тема, которую уже анонсировала в начале программы. В праздничные майские дни в России выпустили на волю десятки символов мира. Однако белые голуби не всегда приучены возвращаться назад. Обычные декоративные не умеют жить на свободе. В Европе, кстати, защитники животных даже обращались к Папе Римскому отменить традицию выпускать белых птиц после воскресной молитвы. В Ленинградской области десятки голубей вспорхнули в небо во время эстафеты вечного огня 7 мая. Под песню «Победа» остается молодой. Они растрогали с собравшихся до слез. Но после того, как птицы исполнили свою роль, они их забыли, оставив наедине с миром, которому они совсем не готовы. Они у нас погибают. Их было много. Теперь осталось мало. Вороны, собаки, галки, даже простые птички, которые местные, их гоняют. Они прячутся здесь в камышах, в трясте. Вот их сколько у нас осталось. Посмотрите, мало. Их было очень много. Неделю местные жители следили за непрекаянными голубями. Лишь некоторые из них смогли адаптироваться и начали сами добывать себе пищу. Помог засеянный вокруг мемориала газон. Остальные слабели и погибали. На сегодняшний день из нескольких десятков осталось около шести. Дальнейшая их судьба может быть либо трагичной, их съедят хищные птицы, которые здесь на пролете регулярно встречаются. Либо они переберутся, в конце концов, в ближайшую деревню, в дворы. И там за ними будут ухаживать. Отловить голубей довольно сложно. Они всего боятся. Потребуется недели, чтобы прикормить их, поймать и спасти. Ну, вопрос, доживут ли до этого птицы, ставшие заложниками обыкновенного человеческого безразличия. Бедные голуби, бедные голуби, на меня сиротливо глядят. Я выпускаю вас, бедные голуби, а они улетать не хотят. Ну и на этом у меня все. Ленинградское время наступит ровно через неделю. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин